Субтитры создавал DimaTorzok С прискорбием сообщаю вам, что две недели назад скончался преподобный пастор Джон Уиттер, оставив сиротую малолетнюю дурачную. Но имущества он никакого не имел, за исключением нескольких книг, потому что, как вам известно, он служил пастором в нашей маленькой миссионерской церкви и получал весьма скудное жалование. Таким образом, судьба его ребенка девочки совершенно неизна. Джон Уиттер был мужем вашей покойной сестры, но, как он сам дал мне понять, ваши семьи между собой были далеко не в лучших отношениях. Тем не менее, он помогал, полагал, что в память о вашей сестре вы, возможно, захотите взять на себя заботу о Полиане и дадите ей подобающее распитание. Если вы согласны взять ее, то просим безотлагательно уведомить нас об этом. Разумеется, мы сообщим вам, в какой день и каким поездом прибудет Полиана. С почтением, Ереме и Оливия Буаев. Ну, разумеется, мой ответ будет положительным. Человек с достаточным чувством долга просто не может поступить иначе, но Полиана? Как можно было догадаться, дать ребенку такое нелепое имя? Да, мэм. Конечно, мэм. Это вас мучительно, мэм. Вы совершенно правы, мэм. Я тоже так думаю, мэм. Нэнси? Да, мэм? Нэнси, я бы хотела, чтобы, когда я с тобой разговариваю, ты прекращала работу и внимательно меня слушала. Конечно, мэм. Вы совершенно правы, мэм. Я бы продолжала работать, просто чтобы поскорее закончить с уборкой. Хватит, Нэнси. Я просто хочу, чтобы ты выслушала меня. Слушаю, мэм. Когда ты закончишь все, что обычно делаешь утром, разбери маленькую комнату на чердаке. Вынеси оттуда все вещи и поставь туда кровать. Хорошо, мэм. А куда же я дену все, что оттуда вытащу? Ну, перенеси другую часть чердака. Хотя, я думаю, будет лучше рассказать тебе обо всем сразу. К нам приезжает моя племянница, мисс Полиана Уйтер. Ей 11 лет. Боже, мэм, сюда едет девочка. Какое счастье! Счастье? Разумеется, мэм. Я только хотела сказать, что ребенок в доме, возможно, будет вам в радость. Ну, спасибо на добром слове, Нэнси, но мне не кажется, что в моей жизни должно быть что-то еще. Конечно, я сделаю все, что от меня зависит. Человек с достаточным чувством долго просто не может поступить иначе. Поэтому разбери комнату на чердаке. Девочка будет жить там. Ну, мэм, у твоей столько комнат. Нэнси, я только хотела сказать. Меня не интересует, что ты хотела сказать. Маленькая мисс следует с детства приучать себя. Скромность или держание. И мой долг помочь ей в этом. У меня, в отличие от многих, еще сохранилось это чувство. Чувство долга. В отличие от отца этой девочки, который женился на моей бедной сестре, обрек ее на нищенское существование, и тем самым свел ее в могилу. Тогда он уже имел глупость подарить ребенка этому мир. Хотя в нем и так слишком много людей. Но мое чувство долгой на Нэнси выше моих чувств. Поэтому девочка будет жить здесь. Ну, а как же ее отец? Он умер. Две недели назад. Моя племянница приезжает двухчасовым поездом из Бостона. Я надеюсь, ты узнаешь ее по этим приметам. Светлые волосы, соломенная шляпка, красное платье. Хорошо, Мам, а вы... О, нет, нет, я не поеду. В этом совершенно нет необходимости. Ты все поняла найти? Да, Мам. И приходит же некоторым в голову запихнуть несчастного ребенка в такую комнату. Ну, летом же там жарко, как в печке. А зимой? Ох, а зимой как раз-таки этой самой печки-то и не хватает. Это при том, что... При том, что у нее дом, столько комнат, где все равно жить неком. Подарить ребенка миру, где без того столько людей? Да что у нее только совесть. Бедная крошка. Да уж, хорошее местечко для одинокой души. Прожить всю жизнь бедность. Потерять отца. Попасть в этот шикарный дом, где ее будут учить скромности и воздержания. Ну, конечно. Если бы моя племянница ехала ко мне через весь континент, а я бы ничего о ней не знала. Ну, конечно. Конечно же я поехала бы ее встречать. Позор. Так я вам и скажу. Позор. Не заметила? Ну, неудрено. В прошлое воскресенье вы отсутствовали на проповеди. В это воскресенье вас тоже не было. Знаете, по столь пор столько работы, так тяжело угодить моей хозяйке. А дождь, кстати, закончился. Мисс Полли. Вот мисс Полли-то как раз исправно посещает церковь. Потому что мисс Полли чхит свой долг. Не то, что некоторые. Кругом грязь. Люди погрязли в пороках. И вы, Несси, когда не ходите в церковь, какой пример подаете молодежи? Да вы же мисс Полли меня отправила встречать в ее бриллианницу. Хотя девочка к ней ехала через весь континент. Да вы же мисс Полли на бой. Мисс Полли приезжает девочка? Ну и ну. Быть этого не может. Наверное, это маленькая дочурка мисс Женни. Да, она будет жить в ее доме. А кто такая мисс Женни? Ну, она была просто ангел во плоти. А мисс Полли приходила старшей сестрой. Когда ей исполнили 20 лет, она вышла замуж и уехала. И что, мисс Женни больше сюда так никогда и не возвращалась? Никогда. После свадьбы родители разорвали с ней всякие отношения. Мисс Полли пыталась, мисс Женни пыталась восстановить мир. Писала. Но я слышал, у них родилось несколько детей. Но все они умерли. Осталась только маленькая девочка. А ее она назвала в честь сестер Полли и Анны. Вот она от нее приезжает. Что-то меня, то я даже не представляю. А ну как? Ребенок может ужиться за мисс Полли. Остается мне, ты не слишком-то любишь мисс Полли. Можно подумать, ее вообще можно любить. Ну, конечно. Ты слышать не могла о любовной истории мисс Полли. Любовной истории мисс Полли? Да неужели с ней вообще могло приключиться такое? Да, и все-таки это было. А ее возлюбленный до сих пор живет в нашем городе. А кто же это? Пасный кот. Это я сказать не имею права. Ну надо же. Мисс Полли и возлюбленный. Ну и дела. Она же совсем не старая, Нэйси. Она сейчас выглядела красавицей, или приносила такие строгие платья, не забирала волосы в пучок. Что ее не сделаешь? Она совсем недовольна. Не плати на мне такие хорошие деньги. Не нуждайся так, мои домашние. Вот ни за что бы не пошла к ней работать. Когда-нибудь я не выдержу и выскажу ей все. Да, конечно, мне придется проститься с этим домом, но все равно, пасный кот, когда-нибудь я не выдержу. Понимаю, в том, что ты говоришь, нет ничего удивительного. Так поступить проще всего. Но это не лучший выход, дитяна, не лучший. К тому же, Нэйси, Нэйси. Здравствуйте, вы не спали, Анна? Я так рада, так рада видела. Ну, конечно же, я, Бали Анна. Я так рада, что вы приехали и встретили меня. Я... я-то мечтала об этом? Ты мечтала? Ну да, я всю дорогу пока ехала. Да, специально тебе. Как вы выглядите? Теперь я убедила вас. Я... я так рада, что вы такая. Это твой чемодан, Бали Анна? Да, мне укрепила женская помощь. Правда, это очень тщательно со стороны. Здесь не так хотели купить камер-десерты. Не знаю, сколько красного добра можно было купить вместо этого чемодана, но дома я хватила его на полотаря. Вы тоже так думаете? Ну, может быть. Ой, какая здесь красивая улица. Я так и знала, что тут будет очень красиво. Мне папа говорил. А мисс Гресс сказала, что я должна объяснить вам, почему они в черном платье. Она сказала, что вам, наверное, это покажется странным, но среди последних пожертвований не сильно казалось ни одного черного платья. Ты знаешь, по-моему, цвет платья не имеет значения. Я так рада, что вы на это смотрите. В тач-тачках и я. Конечно, в черной одежде. Мне бы вы гораздо длиннее радоваться. Радоваться? Ты мне сказал, что я должна радоваться. Ведь я теперь с мамой и остальными детьми. Но мне все равно очень трудно радоваться. У мамы и у других детей там есть бог-ангелы, а у меня никого не осталось, кроме женской помощи. Но ведь теперь у меня есть мы, тетя Поля. Я так рада, что у меня есть. Но, Поляна, я вовсе не твоя тетя. Не тетя? Не тетя Поля? В доме хуй с палисадничком, конечно, нет. Я и предположить не могла, что ты примешь меня за свою тетю. За это кто же вы? Вы совсем не похожи на никакого и женской помощи. Я Нэнси. Служанка не с Поли. Я делаю всю работу по дому. А вообще, тетя Поля есть? О, тут тебе не стоит сомневаться. Еще как есть. Ну, тогда все в порядке. Я даже рада, что она не приехала встретить меня. И так я бы ее уже знала. А сейчас я еще не знаю ее. А потом, теперь у меня есть Венэнси. Я так рада, что у меня есть. Тетя Поля? Ну, мы с ней ни капельки, ни капельки не похожи. Ты понимаешь, это единственная тетя, которая осталась у меня. Папа мне рассказывал о ней незадолго до смерти. Он сказал, что он ждет в большом красивом доме. Да, его видно отсюда. Посмотри, вон тот белый дом с колонной. Там на холме среди высоких тополей, видишь? Боже, какой красивый дом. Да, а сколько деревьев кругом. Нэнси, тетя Поля богатая? Да, Нэнси. Ой, это должно быть восхитительно. У богатых людей в каждой комнате по ковру. И картина на стенах. И у Ниши на мороженое в воскресенье. Нэнси, а тетя Поля любит у Ниши на мороженое? Твоя тетя? Думаю, нет, не любит. Ну, по крайней мере, я еще ни разу не видела, чтобы она его ела. Да уж, не понимаю, как нужно не любить мороженое. Пойдем, пойдем. Знакомьтесь, Низ Поляна. Это ваша тетя Низ Поли Харрингтон. Как добралась, Поляна? Ой, я так рада, так рада, что вы решили приехать и жить у вас. Теперь у меня есть мы и Нэнси. Нэнси? Нэнси, ты мне больше не нужна. А тебя, Поляна. Я попрошу, попрошу вести себя, как подобает. Встань, Вовна. Ведь я даже не успела тебя рассмотреть. Ну да, да. Вы же меня никогда не видели. В параллуре в них ничего особенного. Лицом у меня все леснушка. Ой, я забыла сказать вам про платье. Я уже сказала, Нэнси, как папа сказал. О, да, да. Меня совершенно не интересует, что говорил твой отец. Я полагаю, у тебя есть чемодан? Да, у меня светительный чемодан. Придан почти пустой, но только папе на книге. Не сослать решила, что я должна отдать их собой. Папа себе говорил, что... Поляна, я бы хотела, чтобы ты сразу запомнила, что я не хочу, чтобы ты говорила при мне о своем отце. Но, тетя Поля, я не могу. Я думаю о нем все время. Ты больше не будешь о нем вспоминать. Сейчас мы поднимемся в твою комнату. Я полагаю, твой чемодан уже там. Следуй за мной. Поляна. Но, тетя Поля, какой же у вас посетительный дом? Наверное, вы очень рады, что вы такая богатая. Поляна, ты просто ужасаешь меня. Ну, что я такого сказала? Разве вы не рады? Ну, разумеется, нет, Поляна. Надеюсь, я никогда не впаду в грех гордыни до такой степени. Как я могу гордиться тем, что дал мне Бог? И запомни, моя дорогая, самое последнее дело — это гордиться своим богатством. Вот твоя комната, Поляна. Здесь ты найдешь все, что тебе нужно. И твой чемодан уже здесь. Я полагаю, ключ у тебя с собой. Поляна, я бы хотела, чтобы, когда я с тобой разговариваю, ты отвечала мне, а не просто кивала головой. Так, ключ мне с собой. Совсем другое дело. Я отправлю Нэнси, она поможет тебе собрать чемодан. И запомни, уже забрать. Шесть часов. Папа, я знаю, ты меня слышишь. Я очень тебя люблю. И маму тоже. Передай ей это, пожалуйста. Хоть я ее совсем не помню, но помню, как ты рассказывал мне о ней. Я так рада, что вы теперь Нэнси. Вы ведь так давно не виделись. Ты знаешь, мне сейчас очень тяжело радоваться. Я так по тебе скучаю. Но я смогу. Честное слово, смогу. Ведь ты бы, наверное, огорчился, если бы я не смогла радоваться. Ах, ты бедненький мой ангелочек. Этого я и боялась, что застану тебя в слезах. Да да, слеза. Ты все-таки ужасно, недобрая, нехорошая. Да что ты, бог с тобой. Я все никак не могу заставить тебя понять, что папа нужен больше господан и ангелом, чем мне. Да ведь совсем он им не нужен. Понимаете? Нельзя договорить. Ну ладно, ладно. Я не имела в виду ничего плохого. Давай-ка лучше поскорее раздрем твои вещи. Нет, и нет почти. Ну, тем быстрее мы закончим. Мой нынся. Это значит, что я могу радоваться, что у меня мало вещей, правда? Ну, да, наверное. Знаешь, я уверена, что это будет очень милая комната. Я даже рада, что это не терпало. Я не буду видеть их и снушать. Мой нынся, ты знаешь, ты, кажется, поняла, почему тетя Полик запретила мне говорить о папе. Да? Да, заботится. Чтобы мне было легче, если я не буду вспоминать о нем. Какая все-таки хорошая нынся тетя. Мой нынся не заметила сразу. Нынся. Смотри, как все видно. Дома, деревья. Такой красивый шпиль на церкви. Река. Церкарь, такси. Да иди. Помните, что случилось? На меня это была ваша комната. Моя комната? Если ты не ангел. Если ты не спустилась, но прямо с небес. И если некоторые... Да, на мне... Да, Мэн. Да, Мэн. Мэн. Моя племянница опаздывает к ужину. Нет, нет. Совершенно нет никакой нужды ее звать. Надеюсь, это научит ее пунктуальности. Когда она спустится, Мэн. Покорми ее в кухне молоком с хлебом. Ты все поняла? Да, Мэн. Морить голодом мою бедную крошку. Только из-за того, что она налевелась и уснула. Ах ты, бедненький мой милочек. Да где же ты? Ой. Или улетела на небеса? Откуда к нам и пришла? Молоко и хлеб. Той, кто теперь не ест, а ангельском оброзе. Ой. Мой мак, ловажь ты на меня страх. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Никто не видел, как ты вышла из дома. И мне показалось, что ты улетела сквозь крышу. Да, да, так мне и показалось. А я так и сделала. Только полетела не вверх, а вниз. Что ты сделала? Я сплетелась по дереву. Интересно. Что ты сказала на это твоя тетя? Тебе интересно? Хорошо, тогда я все расскажу. Да что ты. Я же пошутила. Не делай этого. Тотя. Ах ты, бедная моя крошка. Ну ты голодная, наверное. Жаль. Мне сегодня нечем тебя порадовать. Но уже для тебя только молоко и хлеб. Да и есть тебе придется. Со мной. На кухне. Знаешь, а мне и жаль. Я люблю хлеб с молоком. Да уж. Ты такая радостная. Сдается мне, что тебе ничему не трудно радоваться. Ну, потому что это такая игра. Игра? Да, игра в то, чтобы просто радоваться. С тобой как? Все в порядке? Да. И это очень здорово. Эту игру продумал мой папа. Мы начали играть, когда я была еще совсем маленькой. Знаешь, мисс Поляна, я, конечно, не мастак играть в разные игры, но все-таки расскажи, я еще ни разу не слышала, чтобы люди играли в радость. Ну, это началось, когда нас и пожертвовали, достались костыли. Костыли? Да. Мне тогда ужасно хотелось куку. Вот папа и спросил женщину сбора пожертвований. Ну, ты леди ответила, что куку только пожертвовала. И за это посылали нам маленькие костыли. Ну, пока я не вижу ничего забавного. Что же это за игра такая? Просто глупость какая-то. Ну, я тоже сначала так подумала. Но вот папа мне все объяснил, что именно поэтому и надо радоваться. Что костыли мне не нужны. Ну, как же можно радоваться, когда ты ждешь куклу, а тебе присылают костыли? Ну, нынче. Наша игра в том и заключалась, чтобы радоваться. Несмотря на то, что радоваться вроде бы нечему, вот мы с этих костылей и начали. Ах, просто бред какой-то. Ну, нынче. Никакой не вред, а очень нынная игра. Мы с папой с тем пор все время в нее играли. А только иногда в нее очень трудно играть. Например, когда твой отец уходит в лучший мир, и у тебя не остается никого, кроме женской помощи. Ну да, ну да. И когда тебя седят? Маленькая неуютная комната, типа от самой крыши, да и к тому же почти пустой. Ну, нынче, а я вот думаю, может быть, все тем более согласится играть со мной? О, боже мой. Знаешь, Нисполяна, я, конечно, не очень хороша играть, но все-таки я постараюсь. И тебе будет с кем играть. Так я тебе и скажу. Ну, нынче, но будет очень весело, правда? Ну да. Ну, нынче, весело. Мне очень жаль, Полиана, что с самого начала я вынуждена отправлять тебя в кухню есть молоко с хлебом. Ну что вы, тетя Поля, вот так хорошо можно ли висе сныться? Тебе пора ложиться спать, Полиана. Сегодня был трудный день. Нэнди. Да, мам. Ну, у нас эти мухи. Не знаю, здесь не было ни одного. Пойдите, Пури, я думаю, что это мои мухи. Мои мухи? Что ты хочешь этим сказать? Откуда они? Ведь это ясно. Они прилетели с улицы. Я сама вилла, как мне летали мне в окна. Видела, как влетали в окно. Ты что, открывала окна? На них же нет сеток. Ну да, да, не было никаких сеток. Нэнди. Дамы. Что ты стоишь? Иди скорее наверх. Закрой там все окна и двери. Хорошо, мэн. Пройди с пулевизатором во всем комнатам. Да, мэн. Загляни во все углы. Бля. Я заказала сетки на твои окна. Я знаю, это мой долг. Но мне кажется, что ты стала забывать о своем долге. О своем долге? Я знаю, в твоей комнате жарко. Но твоим долгом было бы держать окна закрытыми. Хорошо, дядя Поля. Я просто не подумала, что это мой долг. Вот книга. О том, сколько ужасных микробов разносят эти насекомые. Я хочу, чтобы ты прочитала ее утром до завтрака. Прочитать? Ой, спасибо, дядя Поля. Я даю тебе прочитать? Ой, смотрите, какая красивая мушка, правда? Бля, ну ты очень странный ребенок. Возьми свечу, умная. Прочитай молитву и ложись спать. Дядя Поля, вы знаете, я знаю, мне будет очень хорошо жить с вами. Я знала это, когда еще ехала сюда. Столько не ночи. Спокойной ночи, не споля. Какой странный ребенок. Она, видите ли, рада, что я наказала ее и отправила на кухню. И она просит меня не переживать по этому поводу. И вы, видите ли, будет хорошо жить со мной. Очень странный ребенок. Папа, ты знаешь, я, конечно, больше не могу радоваться. Я, наверное, бы смогла радоваться, если была бы поближе к Нэнси или к Тепоре. Ну, или хотя бы кому-нибудь из женской помощи. Если я когда-нибудь буду играть в эту игру, где нужно радоваться костылям вместо куклы, уж я-то сыграю в нее по-своему. Я сделаю все, чтобы маленькая крошка нашла в этом доме хоть чуточку человеческого тепла. Мисс Поляна, как только будешь слышать звук звоночка, это значит, что ты должна бросить все и бежать в столовую. Иначе кое-кому бы умнее нас придется все время придумать, чего порадоваться. Доброе утро, Нэнси! Тетя Поля, тетя Поля, тетя Поля! Гулян, ты что, всегда так здороваешься? Конечно же нет! Я так здороваюсь, только семья, кого я люблю. Увидела вас, но и просто не смогла удержаться. Присядь, Гулян. Мне надо обсудить с тобой твое образование. Ты, конечно же, ходила в школу? Да, еще с парой. Еще дома занималась. Это славно. Осенью ты пойдешь в школу, а пока будешь каждое утро по полчаса читать мне вслух. Ну, вы читайте, так я люблю. Но если вдруг не захочет слушать меня, я с удовольствием прочитаю про себя, про себя читать, даже лучше. Ну, разумеется. Скажи, а музыкой ты занималась? Ну, я больше люблю, когда играют другие. И, тем не менее, я считаю, что должна дать тебе музыкальное образование. Скажи, Полиана, шить ты умеешь? Миссис Вайт пыталась меня научить, но потом она заболела. А готовить ты, наверное, совсем не умеешь. Мисс Элфут и Мисс Вайт меня учили. Они начали с хлеба, но все пекли по-разному. Вот как мы с тобой поступим, Полиан. Каждое утро, после завтрака, до девяти часов ты будешь приводить порядок в свою комнату. С девяти до половины десятого ты будешь читать мне вслух. А с половины десятого и до двенадцати, по средам и субботам, ты будешь учиться готовить у Нейси. А по другим дням мы с тобой посвятим это время тому, чтобы научиться шить. В ближайшее время я постараюсь нанять тебе учителем музыки. И музыкой ты сможешь заниматься во второй половине дня. Ну, когда же я буду жить? Жить? Ну, я не понимаю, о чем ты говоришь. Мы все живем, пока Господь не приверет нас к себе. Ну да, да, мы двери, мы все дышим. Мы же во сне не бросаем дышать. Мы во сне, мы не живем. Что ты хочешь сказать мне? Я просто не понимаю, когда же я буду жить. Ну, то есть делать то, что я действительно хочу там гулять по улице, лазить по скалам, болтать с Нейси. И снова все, что можно знать на этих распекрасных улочках. Больше я называю жизнь. А просто дышать, это еще не жизнь. Просто не знаю, как разговаривать с тобой, Полиан. Ну, разумеется, тебе будет отведено время на игры. Но я полагаю, что если я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы дать тебе образование и хороший уход, то и ты, в свою очередь, постараешься, чтобы мои усилия не прошли даром. Нейси? Да, мэм? Студинг для миссис Моу уже готов? Да, мэм готов. Отнеси его миссис Моу и помоги собраться девочке. Вы идете покупать ей новую одежду. Моя племянница не может все время ходить вот в этом. Хорош тем более. А в этом долге нет чего-нибудь такого, чему можно порадоваться. Полиана, я прошу тебя приедет, никогда не верзить мне. Ну, Нейси, что я такого сказала? Просто хотела узнать, нельзя ли радоваться моему долгу. А хотя подожди, радоваться все-таки можно, когда я этот долг уже выполню. Пойдем, мисс Полиана. Подумать только. Льет и льет. Похоже, он и не думает останавливаться. Льет и льет. Раньше такого не было. Муша моего не видели? Нет, милая. Льет и льет. А дети домой приходят перемасывать. Только успевай стирать. Раньше лето походило на лето. Да. В этом городе дождь идет всегда. Вот и я говорю. Ну, не минуты свободны. А ведь кто-то приходит на все готовенькое. Да еще предъявляет претензии. Мне никто не предъявляет претензии. Вот я и говорю, что я не помню такого дождливого лета. Что дальше будет, одному Богу известно. А вот если возьмешь с собой зону, дождя точно не будет. Нет. Я не потерплю с собой такого обращения. Все им вынь да положь. Что это? Вы можете прочитать? Я ему говорю, это не то лекарство, но он и слушать не желает. Да, да. Раньше был какой-то порядок. Да у нас никто никого не слушает. Да не кричите вы, ради Бога, без вас голова раскалывается. Вы видите, вы такое красивое. Мне это тоже нравится. Очень. Ой, а можно я немного погуляю? Ну, вообще-то не скромен к нам. Ну, хотя ладно. Только будь аккуратненько, я быстро. Второй день. Как вы желаете, прочти дочка? О, римпа. О, это то, это то лекарство. Что это? А почему так тихо? Кажется, дождь закончился. Уверяю вас. Это ненадолго. Пойдемте домой, милая. Добрый день. Как вы желаете? Не правда ли? Сегодня просто чудесный день. Это ты мне? Конечно же вам. Не правда ли? Сегодня просто чудесный день. Ты что, думаешь, у меня других забот нет? Кроме погоды. Вот уж точно, что меня меньше всего беспокоит. Ой, я так и знала, что вы не знаете. Но вы ведь обрадаетесь. Если вы знаете, что сегодня светит солнце. Поскольку вам многие капельки не похожи. Что вы знаете? Послушай, девочка, почему бы тебе для беседы не найти кого-нибудь помочь? Ой, я бы с радостью. Но Несси говорит, что тут по городу нет детей. Но сразу я люблю ничем не меньше. Может быть даже больше. Я так редко грамму из квинтета. Ты что, понимаешь меня за одну из них? Нет, сэр. Конечно же нет. Естественно, мальчик не хуже. Может быть даже лучше. Я верна. Вы гораздо меряющим кажетесь. Послушай, девочка, ты кто? И почему ты заговариваешь со мной? Я? Лиана Лидер. Вы показались мне очень одинокие. И я рада, что остались поговорить со мной. Знаешь? Постойте, куда же вы? Это была лишь половина нашего знакомства. Я звалючего. Мисс Павел Анна, и этот человек разговаривал с тобой? А ты хоть знаешь, кто это? Он забыл представиться. Да это же Джон Пендалтон. Он уже много лет ни с кем не общается и живет в своем доме совсем один. Город выбирается, чтобы только поесть. Сара рассказывала мне, придет, сядет за стол и глядит сычем. Ну, гадай, что ему нужно? И ведь наверняка выбирает, что подешевле. Я знаю. Беднякам всегда приходится искать, что подешевле. Беднякам? Мисс Павел Анна, да он совсем не бедный. У него куча денег. Если бы он хотел, он мог бы есть эти доллары на завтрак. На обед и на ужин тоже. Но они тратят деньги, а только копят их. Знаешь, бывает, уезжают додолго. То есть по языческим странам. То по Азии, то по Египту, а то по Сахаре. А как приедет, все пишут эти свои книжки о всяких бестелушках, которые там находят. Знаешь, говорят, что он такой мрачный. Потому что у него скелет в шкафу. Он скрягает. Но для этих ухожих нет. Он купит деньги для язычников. Для язычников? Да, он отказывает тебе почти во всем, чтобы оплатить христианскую миссию. Довик, мисс Поляна, твоя тетя наверняка нас уже заждалась. Жаль, жаль, что ни у кого из наших соседей нет детей. Ты бы нужна целые дни проводить со мной, да и с мисс Поли. Знаешь, а мне не жаль. Я рада, что могу просто гулять по улицам, наблюдать за людьми. Я люблю людей. А ты, Нэнси? Ну, не могу сказать, чтобы я любила их всех. Но если твоя тетя разрешит, я познакомлю тебя со своей семьей. Брата зовут Элджернон. А сестер? Фарабель и Эстель. А я просто ненавижу имя Нэнси. Как ты можешь говорить такое? Это ведь твое имя. Ну, понимаешь, я была первым ребенком, и мама тогда еще не читала романов с красивыми именами. Знаешь, а я люблю имя Нэнси. Даже Нэнси, это ты. А я вот думаю, если бы меня, например, нарекли Кларисой, ты бы относилась ко мне не хуже. А я была бы гораздо счастливее. Клариса Мэйбл. Ой, это просто потрясающее имя. Знаешь, во всяком случае, ты должна радоваться, что тебя не назвали Гибзимой. Гибзимой? Да. Так ты вот вместе с вами. А я муж, но это Гиб. Ей это ужасно не нравится. И тебе кажется, что когда он зовет ее Гиб-Гиб, он крикит, ура. И получится. Гиб-Гиб, ура. Ахахаха, неисполяна. Теперь как только буду слышать, это Гиб-Гиб, ура. Мне будет сразу хотеть засмеяться. И ты знаешь, я, наверное, все-таки рада. Неужели, неисполяна, ты и сейчас играла со мной в свою игру, поэтому рассказала про Гибзим. Знаешь, когда привыкаешь, можно найти ищему радоваться. Почти во всем. Мне уже пора отнести студию, миссис Сноу. Не могу сказать, что я там очень рада. Что такая миссис Сноу? Ну, ты одна больная женщина. Все члены церкви ходят к ней по очереди. Ну, и сегодня очередь мисс Поля. Ты же знаешь, как она относится к своему долгу. А можно я отнесу свою миссис Сноу? Я буду радостно познакомиться. А где она живет? Пойдем, я тебе покажу. Постой. Ну, ведь тетя Поля не разрешала. Ну, а раз и тетя Поля может быть против, если я исполню за ней ее долг. Пойдем. Мама, я открою окно. Так что, мам, я открою окно. Не надо. Хорошо. Пусть будет темно. Как в могиле? Не смей мне врубить. Ну что, ты хотела так лучше. А делаешь, только хуже. Есть кто дома? Здравствуйте. Я от мисс Полихаменту. Мне бы очень хотелось увидеть миссис Сноу. Ну, если ты говоришь правду, то ты первая, кто хотел бы ее увидеть. Проходи. Здравствуйте, девица Сноу. Я, конечно, больна, но слышу-то я хорошо. Сиди Полиной девицы. Сегодня вам лучше. И послать студии селячих ножек. О, боже. Студий? А я так надеялась, сегодня поесть бы ранний бульон. Странно. А мне говорили, что когда вам принесет студий, вам хочется цыпленка, а когда принесет цыпленка, вам хочется бараний бульон? Чего? Мы вообще не имеем значения, что зачем идет. Но просто она нынче сказала, что когда вам принесет студий, вам хочется цыпленка, а когда принесет цыпленка, вам хочется бараний бульон? А ну-ка, мисс Дерзость, отвечает ли ты такая? На меня-то совсем по-другому. Хотя имя было бы хуже, чем гибзима. Меня зовут Валиана Вытар. Я племянница Мисс Болихалятов. И теперь живу у неё. Поэтому я и принесла зиму, не вам славит. Ну, спасибо, конечно. Только у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы бараний бульон. Значит, сегодня всю ночь не спала. Ну, просто ни на минуточку даже глаз не сомкнула. Вот вы мне так. Не всегда так взял, что есть время на сон. Тратить время на сон? Ну да. Вместо того, чтобы спать, можно просто жить. Нет, так жаль, что ночь попадает зря. Ну, ты меня просто изумляешь. Ну-ка, дёрни штору. Хочу разглядеть себя получше. На присвете увидите все мои веснушки. А я так радую, что это темно. Ну, не хватит разглядеть. А хотя и я вас увижу. Мне никто не говорил, что вы такая красивая. Я красивая? Ну да. А если вы сами этого не знаете? Ну, представьте себе. Нет. Ну, тогда я вам покажу. Только сначала можно чуть-чуть прочесать вас? Ну, если ты хочешь. Ой, какие у вас кудряшки! Я так люблю кудри. Я мечтаю, что когда попаду в рай, у меня будут такие же. Ой, иначе как-нибудь принес на румянец. И глаза такие голубые. Красивые. Вообще-то красные цветы не нравятся куда больше. Хотя какая разница. Цветок вечером всё равно завянет. Ну, тогда я думаю, вам будет приятно. Ты колыть новый цветок. Прическа до вечера. Всё равно не продержится. Я ведь моя дорогая. Только и дело, что верчусь на этих проклятых подушках сбоку навык всю ночь. Ну, так это хорошо. Всегда я смогу приходить в помпочайщик. Мы вместе боимся радоваться. Радоваться? Ну, скажи, чему можно радоваться? Окажись ты на моём месте, а? Ну, пока я не знаю. На всю дорогу до дома я буду думать об этом. И, возможно, в следующий раз я буду вам дать ответ. А сейчас мне уже пора. Я замечательно брала вас время. До свидания. Все с нами. Интересно, что она хотела этим сказать? Какая красота. Хотя, какой мне от этого прок? Мама, у тебя открыто окно. А почему ты, собственно, удивляешься? Я что, всю жизнь должна сидеть в темноте, как в могиле? Из-за того, что я больна? Конечно же, нет. Но, мама, я столько раз просила тебя впустить в комнату хоть каплю света. Но ты никогда не позволяла мне это сделать. Кто-нибудь мог бы догадаться? И принести мне новую ночную сорочку вместо бараньего бульон. Вот так, для разнообразия. Но, мама, в комоде давно у нас лежат уже две ночные новые сорочки. И я прошу тебя уже сколько раз уговариваю надеть её. Верни мне мой бараньий бульон. Дай сюда. Забирай. Ой, всё забрал. Мне не смешно. Добрый день. Добрый день. Вероятно, мне лучше сразу сказать о том, что я знаю. Солнце сегодня светит. Вам даже не нужно об этом говорить. Я это сразу поняла. Доктор, я увидела вас? Неужели? Да, я видела это. С вашим тазанчиком. С по вашей улыбки. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Джон. Вот уж никогда бы не подумал, что у вас есть с Владимиром её знакомым. Да мы, собственно, не знакомы. А по-моему, очаровательный ребёнок. И вообще, дружище, с тех пор, как она покинула вас... Не стоит об этом. Но, сэр, прошло уже... Я бы попросил вас, доктор... Прошло уже больше 15 лет. И если бы вы прислушивались к моим медицинским советам, я бы выписал вам побольше общения. Люди глупые и злобные. Но не все. Я бы выписал вам общение, например, с этой милой девочкой. Может быть, тогда вы перестанете хоронить себя в стенах своего дома. Ах, Том, с тех пор, как она покинула вас... Джон, не стоит об этом. Я бы... Прошло уже более 15 лет. Если уж я хороню себя в стенах собственного дома, то никак не в аптеке скала. Это мой долг. Бросьте. Вы великолепный доктор. И могли бы работать в университете, а не заниматься приступами мигрени, черствых, себе любимых леди. Тогда бы я выписал общение с этой девочкой. Мама поет. Кстати, как ее зовут? Я не запомню. Вот это мой ледократа. Никогда мне бы подумала, что купить совершенно новую одежду так чудесно. Ну, просто раньше у меня были только панили с пожертвованием. Ты опоздала, Полиана. Покупить новую одежду – мой долг. Я рада, что ты чувствуешь себя счастливой, но я надеюсь, что время для тебя не проходит впустую. А если я просто радуюсь, это значит, что я извлекаю пользу. Разумеется, нет, Полиана. Жаль, моя суперная игра, мне все не понравится. Игра? Какая еще игра? На которой мы спали. Да, нет, ничего. На сегодня мы с тобой достаточно позанимались, Полиана. Нэнси. Баба, где моя белая шутка? Я хотела на чердоке со всеми зимними вещами принести. Нет, нет. Я поднимусь за ней сама. Дядя Поля, вы решили сойти ко мне? Как я рада. Я так люблю внимать везде, особенно сейчас, когда мне появилась собственная комната. Я полюбила эту комнату. Пусть с ней нет ни ковров, ни картин, ни кружинок занавесов. Хотя они мне очень рады. Что ты хотела сказать, Полиана? Ничего, дядя Поля? Нет, нет. Договаривай, раз уж ты начала. Это совсем не важно, дядя Поля. Я просто немного надела себе красивые вещи. Надеялась на красивые вещи? Конечно, мне не надо было надеяться. Это только потому, что у меня их никогда не было. Правда, у нас было два маленьких коврика с пожертвованием. Один весь заряпан чернилами, а другой дырявый. И картина была две. Одну пару. Хорошую мы прожали, а плохая сама развалилась. Да счастливое слово, дядя Поля. Я совсем чуть-чуть помечтала, а потом уже радовалась, что ты видна за моих локер, лучше всяких картин, обезетала, и я не буду видеть своих песенушек. И вы все это добрые ко мне. Можешь не продолжать, Поля. Нэнси. Да, Нэнси. Нэнси, перенеси вещи из Поляны в комнату рядом со столовой. Хорошо, мам. Решила, что моя племянница теперь будет жить там. Хорошо, мам. Нэнси, Лиана, ты только послушай. Мне вели на перенеси все твои вещи с чердака в ту красивую комнату в этой столовой. Ты не чердак рада? Да. Я не чердак рада. Я не чердак рада. Я не чердак рада. Я чердак рада. А правда, что я тебе буду жить в холете, где есть все? И картина, и ковре, и крышаны, и занавески? Я рада, что ты одобряешь мое решение, Поляна, но я надеюсь, раз уж ты так хотела все эти красивые вещи, что ты будешь относиться к ним бережно, потому что за последние две минуты ты дважды клопнула дверью. Ну, тетя Поля, я и только что знала на новой комнате. Мне кажется, даже вы бы не зеркались, клопнули бы дверью. Тетя Поля, а вы когда-нибудь клопали, дверь мне. Ну, разумеется, нет, Поляна. Жаль. Боится, когда моя игра вам совсем не понравится. Ну, просто потому что если вы никогда ничему не радовались, это значит, что вы никогда по-настоящему не радовались. Мне так жаль, что вы никогда ничему не радовались. Линь, все готово? Да, как и договаривались. Смотри, три баночки. Миля, окно. Есть номер. Есть номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходи. Мама. Здравствуйте. Опять-то девочка, а ты с Полей. Здравствуйте. Это ты? Жалко, что ты не пришла вчера. Мне вчера так хотелось тебя увидеть. Радует? Ну, тогда я рада, что пришла сегодня. А не еще через три дня. Миссиснау, сейчас вы посмотрите, что я вам тут принесла. Не думаю, что от моего взгляда ида станет вкуснее. Ну, что там у тебя, а? Миссиснау, а что вам с собой больше всего хотелось? Ну... Ну, не сестрау? Ну, может быть, баранего бульона? А я принесла его. Это как раз то, чего мне сегодня совсем не хочется. Мне хочется цыпленка. Цыпленок у меня тоже есть. И то, и другое. И третье. Я еще и стынится бы взяла. Я подумала, что вы хоть раз в жизни должны получить на бедах, что там действительно хочется. А как у вас сегодня самочувствие? Спасибо. Плохо. Мне сегодня утром так и не удалось уснуть. Это противная соседская девчонка все утро бренчала своему штраусу на реале. Чуть с ума меня не свела. Да? Да, это ужасно. Знаете, с миссисой, это женская помощь. Однажды случился приступ ради курита. Она лежала и даже повернуться не могла. А вы можете... Чего могу? Ну, поворачиваться и менять положение в кровати. А, ну это я, конечно, могу. Значит, вы можете этому радоваться. Вроде легче играть в мою игру. Подожди. Какую еще игру? Ну, я ведь придумала, чему можно радоваться, если лежишь, что у меня в кровати. Ты об этом... Неужели ты всерьез думала о такой ерунде? Конечно, всерьез. И я придумала. Вы можете радоваться тому, что другим людям это плохо, как вам. В самом деле? Ну и ну. А теперь я заберу, пройду. Вам будет очень здорово в ней играть. Ведь честно днее в этой игре приходится, тем интереснее. Первое правило. Нужно искать, чего можно порадоваться. Однажды мне очень захотелось куклу. Вот папа спросил женщину в сбору пожертвовать. В целом, я тебе ответил, что куклу. Никто не жертвовал. За это послали маленькие костыри. И когда я заплакала, папа сказал, как хорошо, что костыри тебе не нужны. Испряно. Звонили. А ваши люди просят вас поторопиться. Да. Вам пора заниматься вышиванием. Да, уже бегу. Ну, теперь то вы знаете, чему можно радоваться, если бежишь на мне в кровати. Мне так жаль, что я не смогла сегодня вас исчезать. Может, в следующий раз. До свидания. Все с тобой. Странная девочка. Мама, ну ты плачешь. Привет. Тебе скажи привет. Знаешь, у тебя вот такой вид, что тебя сюда живут. Тебя шерстой не обрадует. Меня зацепляла выгод. А тебя как? Ну, Джимми Битт. Хорошо. Теперь мы знакомы. Я так рада, что дозволась ее по имени, потому что некоторые знакомы не по правилам. Я живу в Дэнме с Харинджем. А ты где? Нигде. Как нигде? Все где-нибудь живут. Может быть, все, но не я. Но пока не умею и сейчас. Я подыскал себе новое место. Ах, вот как? И где же это место? Вот тупая. Стал бы искать это место, если бы знал, где я. А где ты раньше жил? Чего бы, призвалась? Приходится. Я горела бы меньше. Если бы ты горела больше. По тебе меня не придется расспрашивать. Я сама все говорю. Ну, ладно, слушай. Я Джимми Битт. Мне 11 лет. Скажем, вы догадывали мой отец? Я попал в срослый приют. Знаешь там, у меня детей. Я такой чувствовал, что я там никому не нужен. Ну вот я и снился. Я ищу себя на встречу дом. Ну, так вот, простой. С матерью, с директрисой. Я уже был в четырех домах. И говорили им, что буду работать. Они все равно не захотели обойти себе. Вот и все. Как жаль. Уходи, ты никому не нужен. Я не знаю, как это тяжело. Нет, это уже папа умер. Никого не осталось по женской помощи. И тогда тетя Поля я придумала. Я знаю место. Тетя Поля тебя возьмет. Мне дочь возьмет. Ну меня-то она взяла. Ищу котелка Фаффи, ищу Кобаффи, когда некогда было деваться. Пойдем, ты даже представить тебе не можешь. Какая она хорошая. Я буду работать. Возьми, вот я знаю. У тебя тетя Поля полно в комнате. Только сначала тебе придется пущать гонки на шубоке. Будет так рада, что ты здорово придумала. Все те будет то, что будет рада. Тебе тоже точно не надо задавать вопросов. Сколько ты уж спела же как-то заман. Да ты там будешь что-то обрадоваться. Когда говорю я, ты распокойно тебе молчать. Тетя Поля, Тетя Поля! Тетя Поля, только посмотрите, кого я украла. Это самое настоящий живой мальчик. У него все в семье дома его будет интересно раздеть. Он сказал, что не отглажает, если его сначала поселить в комнате на чудаке. А еще он будет, что будет работать. Я думаю, у него совсем не отдается времени. Если будет много играть со мной. Что это значит, Поля, Анна? Где ты взяла этого абораса? Тетя Поля, если ты забыла сказать, как его зовут. Его зовут Дженебин. И что же он здесь делает? Как? Что? Я ведь вам только что все рассказала. Он пришел сюда для вас. Он хочет, чтобы у него был свой дом, родные. Я ему рассказала, как вы приютели меня. И какая вы добрая и хорошая. Ну, знаешь что, хватит, Поляна. целыми днями уже дошла дошла до того, что ты тащишь дом с улицы, маленьких попрошая. Попрошая? Мам, от вас ничего не надо. Я просто хотел работать, обмен, учить, постель, иду. Никогда бы не пришел ваш прекрасный дом. Но только вот эта девчонка приняла свидетельно, какая вы добрая и хорошая. И как вы просто мечтаете меня взять к себе. Вот и все. Пусть идёт, Поля, я это думала, вы будете рады с этим ими над себе. Я думала, вы будете рады. Ну, знаешь, что хватит, Поля, целыми днями я только и слышу бесконечная рада. Рада, рада, рада. Мне кажется, я от этого когда-нибудь с ума сойду. Ну, дядя Поля, я думала, вы будете рады, если я была рада. Не жмей, постой, я хочу попросить эти обращения. Да, Господи, это вовсе не новато. Ну, как это? Видите, я не смогла ей за последую объяснить. Запомни. Она правда очень хорошая. Запомни, ты совершенно ни при чем. Подожди, сегодня будет собрание женской помощи. А это что еще такое? Не знаешь? Ну, это как-то собирается много женщин. Они пьют чай, собирают деньги для бетонфанчиков из Индии. И это на локаврельной церкви. Что? Ну, я пойду туда и расскажу про тебя. Я уверена, что у кого-нибудь позитивных найдется для тебя дом. Не забудем сказать, что я буду работать. Конечно, скажу. Что я не побоушайка. Скажу. До завтра, Джиммер. Здравствуйте, милочка. Сегодня чудесный вечер, не правда ли? Вы уже слушали о ребенке Миссаренко? О, это очаровательный ребенок, родучая покойная сестры. Да, да. То самое, что сбежало с весельем. Миссис Брэнктон, давненько вы не радовали нас своим присутствием. Здравствуйте, последнюю неделю мне очень не здоровилось. А где жениться Миссаренко? О, я совсем забыла. Она просила предупредить начинать без нее. Как это любезно с ее стороны. Что же мы будем обсуждать сегодня? Нам необходимо утвердить отчет за благотворительные пошердования в пользу голодающих детей Индии. Кстати, хочу поздравить вас. Сумма нашего прихода в прошлом месяце была наибольшей во всех штатах. Я думала, мы просто не имеем права понизить этот рейт. Да. Здравствуйте, у меня за глядом это тот самый ребенок? Премянница мисс Харинг. Да, милашка. Я пришла, мне нужно изложить вам все дело. Тебя, милая, наверное, тетя прислала? Нет, я сама пришла. в детстве в прошлом месте, где я желаю. Женская помощь помогала папе растить меня. Как мило, и в чем же дело? Дело в жеребине. У меня в соседнем доме, кроме приюта. Но приют переполнен. И он говорит, что ты никому не нужен. А еще он говорит, что хочет другой дом. Ну, с матерью вместо Дерплюиса. Я вот думаю, что может быть ты-нибудь из вас захочет деть его к себе? Ветху? Ой, если кто-то вам узнает, он будет работать. Дорогая мисс Фианна, мисс Пориана, а посвольте узнать, сколько вам лет? Мне уже одиннадцать. Как это чудесно, в одиннадцать лет принимать участие в работе женской помощи. Мисс Пориана, мир устроен очень несправедливо, и не всем в нем живется сладко и уютно. Ты еще так многого не знаешь, в мире много страшных болезней, войны, а чтобы разбираться в тонкостях этой жизни, нужно много учиться. Ты уже ходишь в школу? Нет, мы уже с гором пойдем. Не, пошел поговорить мне о тебе. А, это же мебели. Дорогая беспризорность, это страшный пич нашего времени. Понимаешь, проблема твоего мальчика не в нем, а в том, как устроен этот мир. Решив вопрос этого несчастного беспризорника, мы не решим вопрос беспризорности в целом. А что ты знаешь о беспризорности? Ничего. А что ты знаешь о голове? А что ты знаешь о тысячи семей, что не имеют крова? Но ведь кто-то может взять винов себе. Это не потребует носовых травм. Ежемесячно мы помогаем таким же несчастным, как и твой Джо. Джимми? Да, да, таким же несчастным мальчикам Индии, ведь о них тоже должен кто-то позаботиться. тоже позаботиться о Джимми. А вы знаете, мы могли бы взять мальчика на содержание. В конце концов, этот очаровательный ребенок прав. Но мы так наивны, а расходы на одежду, питание, хотя может быть, этого ребенка может взять миссис Тарбелл. У нее нет своих детей. Но у меня очень маленький дом. К тому же мистер Тарбелл очень не любит детей. Может быть, миссис Бэнсен, ведь она так скучает после смерти мужа. Я не могу. Я еще не отошла от трагедии. Но ведь прошло же семь лет. Это не тот срок, чтобы успокоить мою память о моем дорогом Чарльзе. Может быть, мисс Бэйсон одним ребенком больше, одним меньше. Но мне и моих четверых хватает, миссис Бэнкто. Куда уж пятого. Кстати, на прошлой неделе мистер Чилтон перепутал свои склянки и вместо микстуры от мигрени принес простого сольного соуса. Он был так смущен, что даже не взял деньги за свой визит. И более того... Прошу прощения, но уже восемь часов. О, как быстро пролетело время. А нам нужно еще обсудить отчет по благодаритому пожертвам голодающим детям Индии. А мы еще не с повешен вопрос про Чима-мина. Подожди, дорогая, разве ты не видишь, что все очень торопятся, а нам предстоит решить еще очень важное дело. И тем более, мне кажется, что кому-то пора спать. Спокойной ночи. Так какие будут предложения? Предлагаю утрепить отчет на ту же самую сумму, что и в прошлом месяце. Нет, прекрасно, увидимся через неделю. Ну мне так и мне кажется, Чима-мина отчетов отчетов еще раз не отчета. Как же я это тебе, Шиме, скажу? Кто там? Это я. Кто я? Я, Чима-мина. Ну и Шиме, я так рада, что ты пришел, но что ты там делаешь в саду? Я и врачу. Если пойтили так сильно не хочешь видеть меня у тебя в доме, то я покажу с тобой через окно. Только ты черной. Вообще тебе было бы следовать взлететь через дверь, ведь для того я не предал вода. Но раз ты уже в саду можешь зайти через окно, тебе не взлетит. За что? Через окно в комнату будет утренний свет и свежий воздух. Ну почему бы и тебе не войти? Нет, лучше ты спускайся в сад. Тетя Поля не разрешает выходить из дома после ужина. А давай ты заберешься на крышу, а я вылезу в окно. Я не покинул. Ой, это так здорово. Встретимся на крыше. Прохладно. Ты как? Сверхит? Нет, закаленный. Честная идея. Подожди, я скажу на чердак еще какие-то старые вещи и мы накроемся. Вот. Вот написанная шуба в жиме. Я так рада еще пришел. Вот только я сегодня была на собрании женской помощи и... и... Ну я опять же сказал не так. И они, наверное, не поняли меня. И... И никто не захотел ему ввать к себе. Прости, я так виновата. Да больно, ты совершенно ни при чем. Ну как это ни при чем? То есть я не смогла им все как следует объяснить? Да ни при чем. Ты просто думаешь, что все живут, и не за что помогают. Ну да. Ну это не так. Все только думают, что о себе какого-то нехорошего, но при этом ничего не делать. Ну где же женская помощь? Да твоя женская помощь все тоже такие. Нет, Женя, это не так. Лежи-ка, мальчике, не так. Да не же, я тебе говорю, просто в них лежит большая ответственность. Они собирают деньги для этого парочка в из Индии. Может быть, я не собираю деньги, но если бы не мужа беспокоился судьба, ты заняться им просто нечего. Какой-то смешной. Разве, можно я какого-то помогла, ни от нечего делать. Знаешь, Полиана, ты какая-то не такая. То есть, на тросе, ну как все? Ну, тогда я рада, что не как все. Подожди. Слушай, нас все так берут, помогают тем, кто далеко от них. Значит, те, кто далеко отсюда помогут тебе. Честно, я нечего. Ну, во-первых, женская помощь помогает мальчиком из Индии, так? Так. А во-вторых, тетя Полица меня к себе, да? Ты-то моя племянница. Ну, я думала, что было далеко от нее, как бы тот мальчик из Индии. Думала, именно поэтому она и захотела меня к себе. Пусть будет так, и чего дальше? Ну, как ты не поймешь? Я вам шу письмо в свою женскую помощь. Ну, ту, которая помогала папе растить меня. Я уверена, что кто-нибудь обязатель у тебя возьмет. Я не буду писать, что я буду работать. Конечно, напишу. Что я не покушаю. Напишу. Ну, теперь придется подождать, пока письмо придет, пока они соберутся и решат на ком это выжить. Придет, неделя. Или, да, десять дней. Ой, знаешь, мне так радостно, что я так здорово придумала. Что ж, танцевать хочется. Прямо здесь. А ты как, танцевал на крышу? Нет. А теперь будешь. Нэнди! Нэнди! Давай! Скорее на крышу девятцы! И не забудь взять с собой фанатик. Мне кажется, кто-то залез на крышу. Что вы, если ты не слышишь? Про тебя, Полик! Иди с меня отсюда, в гостях! Ты сейчас такой, что я тебя уже на крыше, ты где? А, Дама? Полиана? Доброй ночи, дитя Коль. О, Долик, мой с полисадничком. Что сейчас? Полиана, как прикажешь тебя понимать? Нэнди, тебе больно. Дитя, Нэнночек, ты наверно выбралась на крышу, потому что тебе было душно? А, ты не нашел? Ой, ну ты ж могла разбиться. Глянь, а я жду объяснений. Мне действительно было душно, поэтому я и вылизала окно. А это что? Шуба. Я вижу, что не тарелка, Нэнди. Что моя зимняя шуба делает на крыше? Ну, мне было прохладно, и я решила ею накрыться. О, сейчас меня хватит. Остаток сегодняшней ночи ты проведешь в моей постели, чтобы тебе было не душно и не прохладно. С вами, в вашей постели, ой, спасибо, Теряполи. Я так долго мечтала, чтобы кто-нибудь из родных взял меня в себе. Именно родных, а не кто-нибудь в женской помощи. Нэнди, дамы, проводи девочку в мою комнату. Хорошо, ты знаешь, по-моему, она хотела тебя наказать. Наказать? Как ты можешь думать такой от Нэнди? Она решила мне спать у нее в постели. Это так чудесно. Почему? А, это так чудесно. Умена, если бы домой с Нэнди попали сюда, бы не захотелось такого встречать. Не ищи мебина, они отказались совсем по-другому. Не сурпал ты, не сурпал ты, вы не представили, если я знаю, как его зовут. Я тоже. Не сурпал ты, что случилось? Надеюсь, вы не разбились. О, нет, разбился. Я просто решил полежать на этом прекрасном солнечном уголочке. Ты способна хоть что-нибудь понять или сделать что-нибудь путное. Сейчас, как помнишь мне говорили, что это Валера Замнэ? Ладно, теперь послушай меня внимательно. Сейчас пойдешь по этой дорожке, через пять минут ты выйдешь к моему дому. Подойдешь в боковой двери под порт Коршун. Так вы знаете, что такое порт Коршун? Ну да, у тети Поли он тоже есть. Тени находится прекрасно в интернете с пуской крышей. А значит, мы с ними разговаривали. Откроешь дверь вот этим ключом, пройдешь через холл по коридору, дойдешь до самой последней двери, войди в нее. Там находится большой письменный стол, на нем телефон. Ты хоть умеешь обращаться с телефоном? Ну да. Так вот, позвонишь доктору Тому Сучил, его телефон ты найдешь в телефонной карточке. Ты хоть сможешь узнать телефонную карточку? Ну да, я просто обожаю следовать за Петра, ездить, тем более. Так вот, скажешь доктору, что я сломал ногу. Пускай поскорее придет сюда и возьмет с собой кого-нибудь из мужчин. Как вы сломали ногу мистер Поксона? Как вы можете помочь вам? Конечно же можешь, но по-моему не хочешь. Не будешь ли ты настолько любезно сделать то, о чем мне только что попросил? и поскорее. Я бегом. Эй, есть тут кто? Нет, никого. Неужели придется прорежать тут целую вечность? А если эта девчонка что-нибудь перепутает или испугается и убежит? Люди, я сломал ногу, мне нужна помощь. Нет никого. А вот и я без отборок тут. Что? Скажешь, я смогла выйти в дом? Нет, я пошла. Как бы вернулась, если бы смогла выйти? Тогда что там сказал? Что точно собер где вы сейчас лежите? Поэтому мне не станут дожидаться. Хотелось пройти время с вами. Если там опрадыш на шкафу скилли. Ой, что? Ну, скилли. Кто тебе сказал такую глупость? Доктор, я уже думал, вы никогда не явитесь. Побойтесь Бога, Джон, вы приехали, как только эта маленькая дисс... Я Полиана. Дисс Полиана позвонила нам и сообщила об этом ужасном происшествии. Простите меня, мой друг, это все из-за ноги. Спасибо тебе, девочка, если бы не ты, я бы, наверное, сошел тут с ума. Хотя и с тобой тоже. Я рада, что оказалась в этом месте. Я тоже. Спасибо, дедяка моя. Может, идти домой? А можно я с вами? Не стоит. А по-моему, очень даже стоит. Полиана, вы даже не представляете, как благотворно действуете. Они все равно идут. Думаю, и выздоровление пойдет быстрее, если вы будете чаще встречаться. Спасибо, господин Бастер. Это мой долг помогать людям. Позвольте плавиться. Я тут везу вас, Бастер, Кот. Что? Мне нужно съездить за лекарствами. Побудьте показ не с поляны. Я скоро вернусь. Что, тебя совсем не ждут дома? Ждут, но только кобеду. А пока могу побыть с вами. Не могу сказать, что я одобряю твой выбор. На твоем месте я бы поискал общество повеселее. Вы хотите сказать, что вы слишком сердитый? Спасибо за откровенность. Именно это я и хотел сказать. Но сердитый только снаружи. Ни капельки не сердитый внутри. Тебе-то откуда знать? Я вижу. К тому же мы сейчас порадоваться, что со мной только одну ногу, а не две. Мне остается только что радоваться. Да я каждый день радоваюсь. Я радую своей служанке, которая ворует мне деньги. Я радую своему управляющему, а не только и жду, чтобы я не платил больше. В глазах каждого человека ее только два слова. Дай денег. И мы их тоже? Твоих нет. Ну, тогда можно порадоваться, что на всем от вас нужны только деньги. Ну, хотя я вас принимаю, столько лет копить. Я? Что? Ну, копили. Или бобы, или рыбные киптели. Интересно, а вы любите бобы? Я вам больше нравится индейка. Вы просто не покупаете ее, потому что она стоит 20 центов за порцию. О чем ты говоришь, девочка? Ну, как о чем? Вы же во всем совершенно всем тебе отказывали, чтобы оплатить критянскую миссию. А кто тебе сказал такую глупость? Нэнси. Нэнси. Позволь узнать, кто такая Нэнси. Ну, Нэнси. Нэнси. Ты племянница мисс Поли Харин. Ну да. Мистер Пол тут он? Мистер Пол выпад. О, доктор Щелтон. По-моему, мистер Пол тут он уснул, и я решила ему не мешать. Ну да. Пожалуй, сегодня для него был не самый легкий день. Ты молочи, на что так быстро раздескал меня. Думаю, через месяц-полтора он уже начнет ходить. Мудик, ты Челтон, вы тоже играете в мою игру? Игру? Какую игру? Это игра, когда радуешь и всему, что происходит. Эту игру придал мой папа. Милочи у меня. Ну, правда, Нэнси. 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 она не разрешает не часто вспоминать о папе, чтобы я не грозила. Ты сказала мисс Харрингтон. А откуда ты знаешь мисс Харрингтон? Ну, это моя тетя. Значит, ты дочь сестры мисс Харрингтона? Да, я мистеру Пэндлтону рассказывала. Ну, как-то странно реагировал, а потом сразу услышал. Ну, ничего, я расскажу вам в следующий раз. Видишь ли, дитя мой, мне кажется, тебе не следует часто рассказывать мистеру Пэндлтону о тете Пэндлтону своей маме. Ну, почему ты, почему бы? Дело в том, что когда-то мистер Пэндлтон был совсем не таким, как сейчас. Он часто улыбался, ездил верхом, выходил в свет. Ой, я знала, я знала! Ей нынче с ним я говорю, нельзя постоянно быть таким мрачным. Да, ему очень нравилась одна молодая особа. Джон даже хотел жениться на ней. Как здорово! Он говорил, что только женщина или присутствие ребенка могут сделать из жилища настоящий дом. Но судьба распорядилась иначе. Что же случилось? Том! Том, можно вас на минуту? Он зовет вас. Мы тебе еще не успели рассказать. Я расскажу тебе в следующий раз. А пока просто не рассказывай мистеру Пэндлтону о своей семье. Хорошо? Хорошо, мистер Пэндлтон. Но вы ведь расскажете мне потом. Обязательно. Как-нибудь. А сейчас мне надо идти. Всего доброго, мистер Пэндлтон. До свидания, Пэндлтон. Нэнче, Нэнче! Ты только послушай! Я сегодня была у мистера Пэндлтона. Ты была у мистера Пэндлтона? Что же это там делало? Да, вот я и говорю. Я была у мистера Пэндлтона. Он сзывал ногу и мне пришлось открывать его дом, звонить врачу. А когда пришел этот ночью на пассафорт, они отнесли его домой. Так он здесь! Да нет, к нему домой. Мы поболтали. Ты поболтала с мистером Пэндлтоном? Вот уж не думала, что этот скряга может с кем-нибудь поболтать. Да, представляешь, оказывается, мистер Пэндлтон был влюблен. И это, когда связывается с этим Полли. Мистер Пэндлтон рассказывал, что был влюблен к тетю Полли? Да нет, рассказывал, а ты тащил тут. Ну, потому что, когда я ему сказала, что я применяю себе с Полли Харинтон, он сказал, что не следует рассказывать мистеру Пэндлтона о своей семье и о тете. Домик мой с Полли садничком. Ну, конечно же, пастер Форд мне рассказывал, что в молодости мисс Харинтон была влюблена. Ну, надо же, это совсем как в книжках. Я много таких прочитала, например, «Тайна Реди Мот» или «Пропавший наследник». Ну, надо же, живая книга под боком. Но чтобы мистера Пэндлтона, не рассказывай, рассказывай, что там дальше-то? Да я не знаю, что рассказать. Мистер Пэндлтон не считает о женщине. Прямо сенсей ребенка в доме. Он говорит, что только так можно делать и жилище в настоящий дом. А, ну, теперь-то все ясно. Что ясно? А то, что мистер Пэндлтон был влюблен в мисс Харингтон, она, что она ему отвергла. Вот с тех пор он и ходит такой мрачный и ни с кем не хочет общаться. Но я думаю, если бы они любили друг друга, они с тобой с тобой помирились? Угу. И очень-то ты много знаешь, как это бывает в любви. Знаешь, мисс Полианна, вот было бы здорово, если бы ты их тоже научила своей игре. Ну, боюсь, тут мало шансов. Пойдем со мной, сад, поможешь развесить белье. С радостью, ныть. И все-таки они поссорились, так я тебе и скажу. Поссорились. Какая же это осень? Мне врачи каждый день велят прогуливаться для здоровья, только не знаю, какой это поссор. О, что это на вас миссис Бейса? Это Полиана надела. А я ей говорила, в моем возрасте это уже неприлично. Полиана? Примерница мисс Ларинтель? Ну да. Она заходит к нам в гости поиграть с детьми. А мисс Поли знает об этом? Вряд ли. Как? Ну она заходит к нам. Когда идет навещать мистера Бендлтона. Бендлтон? Это надо судить? Конечно, конечно. Идемте, пойдемте. Сидя Полиан, а можно маленького прайва? Что ты на этот раз выдумала, Полиан? А можно я не миссис Сноу, а другого человека? Но это не навсегда, он только сломал ногу. Не навсегда, сломал ногу к другому человеку? А кто это, Полиана? Джона. Это мистер Джон Пэндлтон. Джон Пэндлтон? Ну да, мне нынче сказала, как его зовут. О, нет, 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 Полиана, студня Джона Пэндлтона я посылать не буду. Ну, дядя Поли, он только всегда такой мрачный, но мне это он нравится. Нет, Полиана, скажи, а он знает, как тебя зовут? Ну, я ему говорила, но, кажется, он не запомнил. А где ты живешь, он же, Да, я ему говорила, но он как-то странно отреагировал, а потом сразу уснул. Выходит, Джон Пэндлтон не знает, что ты моя племянница. Ну, я же могу сказать, что своих меня. Ну, хорошо, Полиана, но только при одном условии. Каком? Ты должна сделать все, приложить все усилия, чтобы Джон Пэндлтон думал, что этот студент и принесла к себе лично. Я Джону Пэндлтону студент не посылала. Хорошо. Послушайте, разве я не сказал? А, это ты. Да, но еще лучше другую женщину, не хотела меня отпускать. Да, потом появился достачен и вызвала меня войти. Я принесла на студии. Надеюсь, вы его любите. Не знаю, никогда не ел. Не еле? Ну, теперь я знаю, что вы сможете его попробовать. Единственное, что я знаю точно, так я то, что сижу сейчас здесь в эту минуту и просеку еще, вероятно, до самого судного дня. До того момента, когда Архангел Гаврил затребить свою трупу. Ну, это не может продолжаться так долго. Ну, если произойдет раньше, чем мы думаем. Ой, я тебя понимаю. Значит, ты племянница мисс Поли Харрингтон и дочь миссис Женни. Ну, да, вы, наверное, хорошо знаете тетю Поли. О, да. Я хорошо знал мисс Женни Харрингтон. Не хочешь же ты сказать, что эта студия прислала мне мисс Поли Харрингтон? Нет, сэр, это не она. Она сказала, что я должна сделать все, чтобы вы не подумали, что это не... Да, я тебя понял. Ты часто сначала говоришь, а потом думаешь. Главное, ты делаешь делаешь все правильно. Мне кажется, я очень скверно себя вел в лесу и забыл тебя поблагодарить. Ну что, миссер Палтонтон, я была рада найти вас тогда, но даже не тому, что вы с вами... Миссер Палтонтон, вас на подушке настоящая маленькая радуга, настоящая радуга пошла навестить вас. Ну как она прошла сюда? Я думаю, она прошла сюда сквозь стеклянный термометр, который висит на окне. Правда, не дело, когда термометр висит на солнце. Ну и был бы у меня термометр, он так и висел бы на солнце. Немного был бы ты до проба от твоего термометра. Ну если вы погоните, целый день живет маленькая радуга, какая разница, тепло на улице или холодно? А знаешь что? Сходи-ка ты в библиотеку, ну это та, самая большая комната с телефоном. Принеси оттуда резную шкатулку искал. Ты справишься? Конечно, мне справишься. А теперь возьми их, моя дорогая. И понеси под лучшим солнцем. Ой, да это просто чудо, миссер Павловна. Ой, как бы я хотела иметь такие штучки. Ой, мне кажется, даже солнце играют в моемлю. Ой, были бы они у меня, я бы их подарила тете Поле. Несесно. Я уверена, тогда они стали бы гораздо счастливее. Тетя Поля была бы так рада, что не держалась и хлопала под дверью. Насколько я знаю твою тетю, хрустатиков было бы явно недостаточно, чтобы она от радости хлопнула дверью. Я их дарю тебе. Правда? Правда, ты не заслал, папа. только я не совсем понял, во что там сейчас играет солнце и почему все эти люди должны радоваться. Ой, миссер Павловна, вы ничего не знаете в игре. Сейчас я вам все расскажу. Вот, ну, теперь-то вы знаете, пошло иное солнце и чему должны радоваться все эти люди. Теперь знаю. Пляна, мне кажется, что лучше тебя нет бы никого на свете. Ну что, миссер Павловна, сколько бы на меня не светило бы солнце, я бы не смогла отбрасывать таких радуг. Да ну? Да, не смогла. Ты вообще все тем более говори, что от яркого света меня еще больше не слышит. Пляна, тебе не хотелось бы переехать ко мне? Вы еще дети, миссер Павловна? Мне казалось, что мне нравится, когда у вас в классе время люди. Да, раньше я этого действительно не любил, но теперь ты меня научил о своей игре. Я очень даже доволен, что все эти люди кружатся тут вокруг меня. Ну ничего, скоро я уж встану на обе ноги, и мы тогда тут еще посмотрим, кто кружится по всему дому. Миссер Павловна, вас совсем не рады. Вы тоже мне договорите, а сами не играйте. Ляна, вот поэтому ты и нужна мне, моя девочка, чтобы научить игре. Ляна, согласись переехать. Ну, миссер Павловна, я не могу, ведь у тебя более. Да ты не более принадлежишь ей, чем миссер Павловна. миссер Павловна, много лет назад я очень сильно полюбил одну девушку. Я мечтал, что приведу ее в этот дом, и мы с ней проживем множество счастливых лет. Да, я понимаю. Но я не привел ее. она в общем не проявлялся с тех пор. Это не дом, это просто серая грудь камней. Потому что дом, но это жилище становится домом только благодаря женщине и на присутствии ребенка. Поган, согласись переехать. Но я не могу, я ведь тетя Полина. Подождите, миссер Павловна, вы хотите сказать, что все это время вы решили, чтобы та девушка дала вам свою руку и сердце? Ну да. Я так рада. Теперь вы можете взять нас обеих себе. Взять? Вас обеих? Ну, конечно, тетя Полина еще не согласилась. Но я думаю, если вы попросите ее, мы садоваться и переедем к вам. Тетя Полина переедет сюда? Ну, надо же, надо же решить, где мы будем жить. Ой, мистер Павловна, ну здравствуйте. Поляна, Поляна, ради бога, не говори тетя, о чем я тебя только что попросил. Конечно, мистер Павловна, я сама не понимаю, что вы сами хотите мне объяснить. Что случилось? Вы чем-то взволнованы. Перетезировка вашего укрепляющего средства, я полагаю. Ну, Поляна, удостоишь ли ты меня чести отвезти тебя домой? С радостью, доктор Щелтон, надеюсь, в тени вам понравится. Поляна, тссс. Ой, спасибо, доктор Щелтон, я так люблю ездить. Насколько я могу судить, есть много вещей, которые ты любишь. Ну, наверное, Я люблю почти все, что я здесь. Конечно, я не очень люблю другие вещи, там, чутье, чтение, слух. Но это не жизнь. Не жизнь? А что же это такое? Ну, Тетя Поля говорит, так все это учат на жизни. Она так говорит? Да. Другого я от нее не ожидал. В конце концов, моя девочка, многим из нас приходится учиться. Тетя Поля, вы знаете, мне кажется, что работа врачам самая радостная на свете. Самая радостная? Но я каждый день повсюду вижу столько страданий. Но ведь вы помогаете их облегчить. А когда ваш пациент перестает страдать, вы, конечно же, этому очень рады. Поэтому вы счастливы всех нас. Всегда. Благослови тебя Бог, моя девочка. Знаешь, ты точно такая, как я тебя и представлял. Мне рассказывали о тебе очень многие мои пациенты. Даже весь с новым. А с тех пор, как Джон познакомился с тобой, он хотя бы изредка начал улыбаться. Я, пожалуй, пропишу ему твои ежедневные визиты. Они подействуют на него гораздо лучше, чем целая бутыль укрепляющего средства. Пропишите меня, как коробочку и пельёнь, которые надо покупать в аптеке. Я слишком много говорю, да. Вот только скажите, если стану. Вот это будет нелегко. Знаешь, Полиан, мне кажется, доктор, как и его больные, также нуждается в дотке твоего укрепляющего лекарства. Ну, поехали. Тетя Поля, они у вас тоже есть. Кто есть? Несносный ты ребёнок. Ой, тетя Поля, не приглаживайте их. Они выглядят прелестно, совершенно прелестно. Полиан, скажи, зачем ты ходила в женскую помощь? Пожалуйста, позвольте мне вас почесать. Я причёсала миссисноу. Полиана, ты не ответила на мой вопрос. Да, посказание, что не славится на весь штат свои щедрые пожертвования в Индию. А поэтому, вот эти крохотные части нашего мира, они никак не могут. Но, Полиана, это называется миссионерской деятельностью. Поэтому вчера я написала письмо своей женской помощи. Ведь это далеко отсюда, почти как в Индии. Джимина не был, всё равно мошеный мальчик. А-а-а, тетя Поля. А я для тебя была тоже девушкой из Индии. Полиана, ты несносный ребёнок. Ты не сказала, что тебе нельзя причесать. Не сказала. А потом ещё здесь. Я только сбегаю за расчёткой. Полиана, когда сегодня дамы из комитета говорили, что ты приходила к ним, да ещё с этим нелепым предложением... А вот расчётка. Полиана. Тетя Поля, я так люблю кудрявых людей. Я всегда мечтаю, что заполучу, клеящим попаду на небо. Ой, я, кажется, что-то придумала. Ну что, зажмурьтесь и пообещайся где-нибудь обрядывать. Ну, хорошо. Пока я не вернусь. Полиана, вечно ты что-то выдумываешь. Люди. Так, сейчас, секундочку. Угу. Ой. Вот так вот. Пойдёмте. Куда ты меня ведёшь, Полиана? Вы идут только на одну минуту. Даже не знаю, почему я тебе это позволяю, Полиана. Осторожно. А ну что и будет на этот раз. Взгляните. Ох, Полиана, только ты могла такое выдумать. Ой, ну ты честно, я здесь. Минаточку, где не Поли? Да, Магниля прелестная. Совершенно прелестная. Полиана, как ты могла выставить мне, наверное, посмешищем? Пожалуйста, пожалуйста, оставься волосы так. Оставить так. Ой, о боже, это было так красиво. Ну ты честно, скажите ей. Она просто очаровалась. Рада, ты правда так считайся. Хорошо, тогда я тебе расскажу. Нет, Полиана, боюсь, мне придется просить тебя оставить эти слова в тайне. Ну почему ты горчил-то? Разве вы не должны быть рады? А вдруг она не обрадуется? Ну да, ведь она обижала, как только мы нашли. А потом сказала, что выставила ее на посмешища. Ну почему она так сказала? Полиана, ты нужна мне. Правда, правда это горчил-то? Я прописал тебя одному пациенту и он отправил меня за лекарство. Вы хотите, чтобы я следила в аптеку? Нет, я имею ввиду несколько другое. Мистер Пендлфон очень просил, чтобы ты посетила его сегодня. Он сказал, что это для него очень важно. Да? Да, это очень важно. Вот это меня и беспокоит. Вчера, дорогая, ты кажется, больше взволновала пациента, чем успокоен. Но это не за меня. Это из-за тети боли. Из-за тети боли? Да, сейчас я вам все расскажу. Ну, вообще-то, мистер Пеллфон простил мне рассказывать. Но я делаю на виду ее, а не вас. Ее? Ну да, тетя Поля. Оказывается, много лет назад тетя Поля похолодлевленный. Сначала мы с ней не знали, кто это был. Но потом мы с ней поняли, что это знаете кто? Мистер Джампелл там-то? Ого, нет, я не знал. Да, это он. И это просто константы. Тетя Поля и я приедем к нему. И я приедет к нам. Ну, конечно, тетя Поля еще ничего не знает. Мы с мистер Пеллфон там сейчас думаем. Как тебе лучше сказать о этом? Да, я понимаю. Мистер Джон Пеннелтон наверное просто жаждет тебя убить. Наверное, тебе надо попросить разрешение у тебя. Ой, да, и сейчас. Тетя не хотела тебя отпускать? Бьюсь, она слишком хотела, чтобы я уехала. Слишком хотела? Да, она сказала. и что бы ты уехала раньше. Поля, если мне не послышалось, ты вчера говорила, что много лет назад я мечтал о руке и сердце твоей тети. Что ты имела ввиду? Ну, то, что вы тетя Полина любили друг друга, я знаю, мне нынче рассказывала. Боюсь, что твоя нынче ошибается. То есть, вы с тетей Полиной любили друг друга? Никогда в жизни. Да, она с ним это как сказка. Ой, я была бы так рада переехать к вам с тетей Полиной. Поляна, прошу тебя, не забывай, прежде чем стать тетиной, ты была маминой. именно руке и сердце твоей мамы. Я мечтал много лет назад. Ей мамы? Да, я не хотел говорить тебе. Я любил твою маму, а она меня нет. Потом она уехала в другой город. Весь мир словно перевернулся. Все эти годы я прожил сердитым стариком. Я никого не любил. Никто не любил меня. Потом появилась ты, и мой мир словно вошел в ярко раду. Поляна, я очень хочу, чтобы ты переехал ко мне. Но, мистер Павлов, я не могу. Ведь чуде Поли, она... Я только начал ощущать радость жизни. Поляна, это ты меня этому научила. Я прошу тебя, согласись переехать. Мистер Павлов, я не могу убить эти Поли. Я не могу оставить ее теперь. Да разве твоя тетя может чему-нибудь радоваться? Она только всю жизнь исполняет свой долг. У нее уйма чувства долга и больше ничего. как она до брака мне. А потом она уже начала многому радоваться. Хотя раньше она этого не умела. Вы же сами мне говорили, я просто не могу оставить ее теперь. Я понимаю Ариана. Я обещаю он же никогда тебя об этом не попрошу. Никогда. Подождите, мистер Палтон, я в мустропе состаримянка. Кроме тебя мне больше никто не нужен. Да когда вы увидите его? Он сразу застанет нужен. Уже такой хороший и добрый. А потом даже купите деньги для язычников. Коля она. Давайте наконец уж оставим эту чушь язычников. Я никогда в жизни не посылал язычникам ни пени. Я так рада. То есть я теперь знаю что вам не нужен маленький пальчик из Индии. Вы теперь его точно возьмете. Кого возьму? Ну черепина. Он будет в присутствии ребенка. Он то может быть еще и обрадуется. Но только не я. То есть вы хотите сказать что не возьмете ребенка себе? Вот именно Павиана. А может вы считаете что живой мальчик хуже чем дохлый скелет который вы держите в шкафу? Скелет? Да скелет я знаю. Мне Нэнча говорила что вы держите его как он там шкафу? Павиана это такое выражение поговорка она означает что человек что-то скрывает да немного то знает твоя Нэнча Павиана ты даже не подозреваешь насколько ты права живой мальчик конечно лучше чем скелет шкафу только люди не могут меняться так быстро всем по-не всему да держимся за свои скелеты а знаешь что приходи с ним в ближайшую субботу правда правда вам очень очень понравится куда идем мы братья и сестры в последнее время все мы христиане пребываем совсем не в добродетельном состоянии мы тратим все свое время на захвативший нас приход конфликты наполняем своими глупыми сплетнями разделяемся на враждующие группы что сделал каждый из вас чтобы в наш приход вновь вернулись мир и спокойствие горе вам заблудшие сердцем не предстающие просить господа о помощи но забывающие о прощении вере благодати господи господи вы ничего себе не сломали нет нет милый просто присел немножко передох ну тогда все в порядке потому что ты в прошлый раз летел и тут мистер палк у него оказалась снова на ногах и потом туда лежала а вы сидите да сижу я ничего себе не сломал никакие доктора мне не помогут господи вы чем-то встревожены с папой тоже такого бывало наверное у вас есть лишь такая большая ответственность пастор а вам нравится этот пастор нравится странный вопрос а почему она спросила милая ну просто вы выгляните прямо как мой папа вы наверное знаете что он тоже был пастором и иногда так выглядел и тогда вот так же как и вас сейчас я спрашиваю нравится ему быть пастором и что же он отвечал тебе ну он тебе говорил что ему конечно нравится а еще он говорил что если в библии не было столько радостных текстов он бы ни за что не остался пастором чего каких текстов ну это такие тексты которые начинаются с вами возрадуемся и не ликуйте от радости и веселитесь о господине радости их много папа не сказал что однажды ему было очень плохо когда он взял да еще читал все радостные тексты в библии представляете их оказалось целых 800 штук 800 да и все не меня порадуются вот папа и прозвал их радостными проходит что ему папе нравились эти радостные тексты да а еще он говорил что без радостных текстов он бы ни за что не придал в игры что какая игра в игре такая игра когда радость и всему что происходит это игра придал мой папа постепот постепот здравствуйте простите не с Харином там велело мне встретить поляну простите в следующий раз мисс поляна ваше тетя велело мне встретить вас она видит беспокоиться беспокоиться да ты видно не слышишь меня иначе бы ты услышала что я сказала что твоя тетя беспокоится о тебе ой ну я не хотела так себя напугать и тем более да до меня ты даже рада так я тебе и скажу я рада что твоя тетя беспокоится нынся как ты можешь говорить такое ведь когда человек беспокоится это страшное мучение как же можно радоваться когда кто-то мучается вот заладила Так я тебя сейчас толкую. Это значит, что твоя тётя наконец-то стала превращаться в живого человека. Теперь она не просто исполняет свой долг, а ещё и что-то чувствует. Лентья, ты теперь уйма чувствовала долга. Так об этом-то я тебе и толкую. Но с тех пор, как ты появилась, она начала меняться. Лентья, а как ты думаешь, ты теперь является, что я живу у неё? Гляну, говорит, рада, если я перестану с ней жить. Ну да ты что, не слушаешь меня вовсе. Я же тебе говорю, она тебе беспокоится, но за Антону я велела за тобой убежать. А хотя тогда на небе всего лишь маленькая тучка была. Ну, а Елене она попросила меня перенести с этой вещи с чердака в ту красивую комнату, которая тебе полюбилась. Ну, а здесь хотя бы... Знаешь, мне сейчас и вспомнить чудно, как вначале ей не хотелось. Кошка, твоя и собака, взяла бы она их раньше? Дожидайся. Это ты так на неё действуешь. Теперь никто представить не может, каково они будет без тебя. Вы нынде? Я так рада, что вы знаете, не пуль, я так рада. Братья и сёстры, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Служите друг к другу, каждый тем даром, какой получил по благодати Божией. И если нельзя не прийти искушением испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Джимми! Что случилось? Смотрите, машина сбилась! Это же девочка, маленькая девочка! КОНЕЦ! СТОНЯ! Помогите! 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 Могите! Помогите! Могите! Что же ты? Живой! 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 Надо послать из Харинца. Хайдом! Пойдёмте! Пойдёмте! Стопите! Ты чёрн rens! Ты чёрн rens! Це чёрн rens! Ну, что же чёрн rens! Доктора, кто-нибудь назвал доктора? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Насильно пострадал? О, Боже, как я не надежу все эти вольничьи автомобили! И откуда он только взялся? Все произошло так быстро, что никто ничего не может толком сказать! Она лежит сейчас такая вся бледная, бездыханная, что ее можно принять за мертвую! А что он не поврежден? Да вроде бы ничего серьезного, небольшая ссадина на голове! Но доктор Ворон переживает, что есть внутренние повреждения! Ой, никак не могу дождаться, когда же выйдет этот доктор! Думай только, я помню еще те времена, когда любая собака могла спать над главной улицей в целый день, и никто не мешал ей! Пастерфорд! Пастерфорд, вы могли бы даже не смотреть на ее тетю! Вы так поняли, как она мучается! И уж что сейчас ее мучает, так это не долг, Пастерфорд, так я вам и скажу! Руки у нее так и трясутся! А вы заглядите так, будто она самосмешек хочет отвезти от нашей девочки! Нет, сейчас она не исполняет свой долг, Пастерфорд, не долг! Тело! Не запускайте! Что делает? Тетяк, мой лист... Нет, нет, милая... Я вставай! Тетяк, Марик, что случилось? Я все еще в кровати. Понимаешь, милая, ты была без сознания. Приходил доктор Ворон. Я заболела? Понимаешь, милая, вчера ты перебегала дорогу, и было совсем темно. Ты, конечно, вспомнила. Я попала в амфарию, да? Тебя сбила машина, но сейчас уже все позади. Ты сейчас просто постарайся уснуть. Сиди в поле. Я так рада. Рада, Полиан. Ну да. Мистер Паута гораздо лучше, чем ты все пересадь ходить. Я надеюсь, я недолго буду болеть. Мы с доктором Чилтоном решили пригласить к тебе еще одного врача. Ты от Чилтона, да? Нет. Нет, это другой специалист из Нью-Йорка. Он занимается такими травмами, как у тебя. Я думаю, что это половина того, сколько знает это Чилтон. Ну что ты такое говоришь, Полиана? Понимаешь, я готова для тебя на все что угодно, но я не могу позвать к тебе доктора Чилтона. Пойми, у меня есть на это причины. Ты себя повалюбила, тогда Чилтона так же, как люблю и я. Ну что ты такое говоришь, Полиана? Ну что ты говоришь? Просто примей лекарство и постарайся уснуть. Мэм, пришел мистер Пандалтон сказать, что вы заняты. Нет, Нэнси, я выйду к нему. Хорошо. Мисс Харин. Мистер Пандалтон. Нет необходимости говорить, как я потрясенно расстроен. Неужели ничего нельзя сделать? У нее травма позвоночника. Видимо, это она вызвала паралич ног и... Леона знает? Да. Слышала, когда доктор приходил, дверь была открыта, что, возможно, она уже никогда не будет ходить. Ужасно. Это ужасно. Мне кажется, я умру от боли. Мисс Харинтон. Я предлагал Полиане переехать ко мне. Переехать к вам? Да. Я хотел бы дочерить эту девочку. Разумеется, все мое состояние перешло бы к ней. Когда мисс Женя уехала, вы пытались поддержать меня. Но потом кто-то пустил вслух, что вы и я от этого у вас, Тому, начались разногласия. Но я не об этом. Я очень полюбил эту девочку. Она мне нравится сама по себе и потом память о ее матери. Мисс Харинтон. Я готов отдать ей всю свою любовь, которая скопилась у меня за все годы одиночества. Что же вам ответила Полиана? Она отказалась. Она сказала, что вы ее родная тетя. И что вы не захотите с ней расстаться. Спасибо, что зашли. Мисс Харинтон. Передайте ей, что я встречался с Джимми Бином. Возможно, ее это обрадует. Теперь Джимми будет жить у меня. И, возможно, я его усыновлю. Вы усыновите Джимми Бина? Я сделаю это. Передайте ей. Возможно, это ее обрадует. Конечно. Мистер Багон. Скорее. Ты знаешь, я, конечно, больше не могу урадоваться. Ну что? Мисс Багиана, вы же сами говорили, что чем сложнее играть, тем интереснее. Знаешь, когда действительно трудно играть, совсем не хочется. Может быть, все еще не так скверно окажется. Полиана, милая, приходил мистер Кмэндлтон. Он просил тебе передать, что Джимми Бин теперь будет жить у него. И, возможно, тебя это обрадует. Радует? Ну, конечно же, я рада. Я так долго искала дом для Джимми Бина, и я нашла его. Мистер Фолстон будет присутствовать ребенка, а у Джимми Бина дом. Присутствует я чего? Ну, у ребенка. Он говорил, что только так, можно сделать жилища. Настоящий дом. Ну, доктор Чилка тоже так думает. Доктор Чилка? А откуда ты знаешь? Да он сам не говорил. Он говорил, что только женщина. Или присутствие ребенка могут делать и жилища в настоящий дом. Что еще говорил доктор Чилок? Ну, тетя Поля, что с вами? Прости, Полиана. Прости, мне показалось. Мисс Хамингтон, здравствуйте. Мы пришли спросить прадежку. Спасибо, дорогая. Все так же. Как чувствует себя твоя мама? Спасибо. Значительно лучше. Миссис Моу, это вы? Да. И это все благодаря Полиане. Нужно, чтобы она знала, как много она для нас сделала. Мама так изменилась. Она сейчас нас все на свете интересуется. А еще она стала вязать маленькие вещи, игрушки, одеяльца. Мы отдаем их в больнице, а еще в приюты и на ярмарке. Однажды Полиана мне сказала, что я могу радоваться тому, что у меня здоровые руки. Ноги у меня больные, это правда. Но руки, руки-то у меня здоровые. Передайте, пожалуйста, Полиане, что я теперь тоже играю в ее игру. Вы передадите? Конечно, не сестра. Пожалуйста, перейдите, это Полиане. Я обязательно передам. До свидания. До свидания. Всего доброго. Позвольте нам что-то вязать Полиана, мисс Оля. Простите, но я пока никого не пускаю от племянника. Ну хоть на минуточку, мисс Харринга, но пока нельзя. Меня зовут миссис Тарбелл, миссис Тон Тарбелл. Я как узнала об аварии, все хотела прийти, но не решалась. Сейчас говорят, что девочка не будет ходить. Неужели это правда? Неужели ничего нельзя сделать? Не с Харрином, передайте, Полиане, от меня несколько слов. Не от меня передайте. Летом я каждый день ходила на прогулки. Врачи рекомендуют мне гулять для здоровья. И там я познакомилась с Полианой. Она такая милая девочка. Замечательная. Замечательная. Да, я тоже много общалась с Полианой. Вы, наверное, не знаете, но она приходила к нам в гости. Она играла с детьми и беседовала с мужем, когда он бывал дома. Вы передайте, пожалуйста, что я теперь ношу вот это. Ваша племянница уговаривала меня надеть что-нибудь следное. И я решила, что она будет рада, когда узнает об этом. Я так долго хотела забыть все, что с тобой было. И вот я познакомилась с Полианой. Если бы я хоть чем-то могла ей помочь. Ну чем? А я передам ей, что вы заходили вместе с тобой. А мы с мужем хотели развестись. Совсем собрались было. Да только детей поделить никак не могли. А тут эта авария. И дети. Они же все время спрашивают, вспоминают, почему Полиана не приходит. Как жаль, что я не могу отдать ей свои здоровые, но совершенно бесполезные ноги. Топая на них, Полиана сделала бы больше добра за один час, чем я за сотню лет. Мы все вместе сидели и вспоминали, как она к нам приходила. Она же всегда радовалась. Она всегда смеялась, шутила. Всегда чем-нибудь радовалась. Вот я и пришла сказать. Может быть, она хоть немножечко порадуется за нас. Ведь мы с мужем решили остаться вместе. И правильно сделали. Мы постараемся. Полиана рассказала нам о своей игре. Мы будем играть в ее игру. Передадите ей. Ведь от... Мисс Харюта. Конечно, ребятки, пожалуйста. Очень прошу вас. Вы передайте ей теперь, что миссис Старпул теперь очень рада. Позвольте, я не буду объяснять вашу племянница. Поймем. Конечно, миссис Старпул. До свидания. До свидания. Спасибо, что зашли. До свидания. Искали. Прошу вас, пастор фонд. Миссис Старпул. 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 Она рассказала мне о радостных текстах Библии, которые посчитал ее отец. Она тоже был пастором, и их оказалось 800. И тогда я подумал, если Господу нужно столько раз, чтобы мы радовались, можем мы хоть иногда делать это. Я взглянул на мир другими глазами, и мир оказался другой. Он оказался радостный, бездонный. И частичка мира, подаренного Господом, она есть в каждом из нас. Нужно только разглядеть, направить. Дайте Бога, извините, я все о своем. Весь город молится за девочку, и я знаю, что Господь, Он услышит нашу молитву. Спасибо, что зашли, пастор. Всего доброго. Ниндзь! Да? Ниндзь, скажи мне, теперь все в нашем городе повязывают синие ленты, мирятся со своими родными и начинают любить то, что не любили раньше. А все потому, что Пареала научила их в какой-то игре. Скажи мне, что это за игра? Что это значит, Ниндзь? Да это значит, что с прошлого июня наша кроха из кожи вон лезла, чтобы радовался весь город. Ну, теперь весь город старается, чтобы радовалась она. Чему радовалась? Да просто радовалась. В этом вся соль игры. Да я вижу, ты не лучше других, Ниндзь. Я же теперь спрашиваю, что это за игра? Ну, хорошо, мэм, я вам расскажу. Однажды ей захотелось иметь куклу. Она прислали в костыли. Ну и она, понятное дело, расплакалась. Да и любой другой ребенок на ее вместе поступил бы так же. И вот послушал ее папаше, как она плачет. Да и скажи, мол, не бывает так, чтобы нечего было порадоваться. Надо, сказал он, радоваться костылям. Радоваться костылям? Вот именно, мэм, я тоже удивилась. Он сказал, что нужно радоваться тому, что костыли-то ей не нужны. Вот с тех пор-то они и начали играть в свою игру. Они стали искать во всем, чего бы порадоваться. Теперь об игре в радость знает весь город. Поэтому они и приходят сюда, потому что надеются, что это поможет. Нэнси, а почему же она мне не сказала об этом? Да. Мэм. Она уже давно порывалась сказать вам, но вы же сами запретили ей говорить об отце, а игру он сочинил. Радов, ну теперь-то Нэнси ей будет с кем играть. Пойди отдохнем. Хорошо. Отдохнем, Нэнси. Пориана, милая. Ты знаешь, к тебе приходили миссис Тарбелл и миссис Нолл и просили передать тебе это. Они надеются, что тебя это обрадует. А ты знаешь миссис Пейсен, Пориана? Да, это замечательная женщина. И ее муж. Вот только не всерьез ссорится. Ты знаешь, они решили остаться вместе. Рады? Я так рада. Значит, они будут там, когда я пойду их навещать. О, Господи, ну почему я все не забываю, что никогда не смогу их навести? Пейсен. Пейсен. Пейсен, ну, на первых две друзья могут приходить к тебе сами. Ну, а во-вторых, ты можешь ездить к ним в экипажи. Ну, а в-третьих, я теперь буду играть в твою игру. Вы, тетя Поля? Да, милая. Почему вы и нет? Весь город играет. Даже пастер ход. Ой, Слепуля, вы знаете, я больше всего хотела, чтобы именно вы играли в мою игру. Но кто вам рассказал о ней? Нет, Нэнси сказала. Ты знаешь, я думаю, что это замечательная игра. Теперь все в нашем городе играют в эту игру. Даже пастор Корт совсем по-другому проводит свои проповеди. Он начинает ее с радостных текстов в Библии. Совсем как твой папа. Ты знаешь, я думаю, что это замечательная игра. И наш городок стал гораздо жизнелее, чем был до твоего приезда. Хоть идем в поле. Я так рада. Вы знаете, я, конечно, по ряду очень могу радоваться. Я могу радоваться, что могла ходить. Узнала столько замечательных людей. И смогла научить их играть. Вы знаете, я кажется, теперь даже рада, что мне это не был автомобиль. Бали, Анна, милая. Ну, потому что раньше вы никогда не называли меня милой. Теперь все время. Да, милая. Теперь я всегда тебя буду так называть. Джон, мне хочется осмотреть девочку. Я должен это сделать. Так сделайте. Сделайте. Вам так известно, что уже больше 15 лет я не переступаю порог этого дома. Когда мы расставались, мисс Полли сказала, что если я когда-нибудь получу приглашение в ее дом, это будет означать, что она готова выйти за меня замуж. Сходи-ка погуляй. Том, забудьте вы о своих сорок. Идите так. Дело не только в ссоре. Существует профессиональная этика. Я врач. И не могу врываться в дом без вызова. Я все готов за жмей. Мне нужно ее осмотреть. У меня есть приятель, врач. Девять шансов против одного, что Поллиана снова начнет ходить. Ходить? Вы сказали ходить. Да, но для этого надо, чтобы Полли меня вызвала. А она этого не сделает. Если кто-нибудь ее не заставит. А кто заставит? Гордость. Это же страшная вещь. Не знаю, не знаю. Петя. Петя. Джинни. Ты, наверное, хотел увидеть Поллиан? Нет, мэм. Сегодня же именно вы. Мэм. Вам, наверное, согласится, что я скажу. У нас сегодня Поллиана. Эти Поллианы будут куда угодно. Для вывода поступили. Если вы узнаете, что здесь есть шансы против одного, то можно опять на что-то ходить. Что ты хочешь сказать, Джинни? Если припустите себя в Додор Чилтон, вы поймете. Я пошел вас. Позовите Додор Чилтон. Что? Вы знаете, что я теперь живу в Мистере Фелдоне. С него получилось мировая семья. Сегодня утром к Мистеру Фелдону пришел Додор Чилтон. Он был очень грустный. И они разговаривали. Понимаете? Понимают, Джинни. Они говорили, что Додор Чилтон сказал, что я Додор, который похож на СМОР с пылищем пылианду. Ну, он может быть точно, пока сам не знал. Мы видели, что я с вас тут убедил. Не знаю точно, что я могу это сделать. Но, Джинни, я не могу. Точнее, я не могла. Я ведь просто этого не знала. Так я обещал сказать вам, чтобы вы знали. Мы говорили, что заходят на бодрости или еще чего-то. И никогда не согласитесь, что Додор Чилтон пришел в ваш дом. То есть они серьезно обсуждали, что пылианду снова может начать ходить. Теперь разрешите ему прийти в ваш дом. Да, я разрешу доктору Чилтону осмотреть пылианду. А теперь беги там лучше. Додор Чилтон, я так рада, что вы пришли. Ну, если все более... Все в порядке, милая. Это я попросила доктора Чилтона. Посмотреться. Ну, если вы пригласили доктора Чилтона. Да, это я пригласила. Пылиан, мне кажется, сегодня тебе удалось. Самое радостное на свете. Ты знаешь, милая, Я хочу, чтобы ты узнала об этом первым. Доктор Чилтон скоро станет твоим дядей. Это все благодаря тебе. Вот, я так счастлива. Мы счастливы. Ой, что ли, Поля? Так, знаете, вы были той дамы, которая тогда помешала, это Чилтон. А мы с ней не думали, что отбыл влюбленный мистер Паулкин. А из-за чего вы поссорились? А из-за чего была отцовая между влюбленной? Из-за какой-нибудь глупости? Из-за размера луны? Или глубины реки? Я уже не помню, с чего все началось. Висполи заявила мне тогда, что если я когда-нибудь получу приглашение в ее дом, это будет означать, что она простила. И все будет как прежде. И она согласится стать моей женой. Но мы оба были слишком гордыми. Хоть эти пыли. Я так рада, что вы теперь вместе. Где на минуту и стоит жить. Знаете, для меня теперь даже не имеет такого большого значения. Мои боги. На следующей неделе, милая, ты отправишься в путешествие. Ты поедешь на маленькой переносной кровати. На ней тебя перенесут в экипаж. Потом в вагоны. Тебе будет удобно. А поедешь ты к доктору, который занимается такими больными, как ты. Он друг доктора Чилкова. Посмотрим, что он сможет для тебя сделать. Письмо, письмо, письмо. Письмо, письмо, письмо. Дорогая тетя Поля и дядя Том. Нэнси. Миссис Ноу. И все, все, все. Я очень рада, что пришел по шевый дирижанс, который возьмет и развесит это письмо к вам. Я могу. Я могу. Я могу ходить. Сегодня я пошла от кровати до окна. Это целых шесть шагов. Ну, как же я рада сном быть на ногах. Тебе доктора стояли от меня, и улыбались. Они все остро плакали. Олень из соседней палаты и сиделки смотрели, как я иду, и хлопали в ладоши. И называли меня Милочкой. Ну, только я не понимаю, почему они все плакали. Самой мне совсем не хотелось плакать. А наоборот, мне хотелось петь и кричать от радости. Ну, неужели я снова могу ходить? Какая ерунда последняя с этим, что я провела тут целых десять месяцев. Но самое главное, что вашу свадьбу я не пропустила. Вы, дядя Полев, только вы могли такое придумать. Приехните с дядей домом и обещаться возле моей постели, чтобы я ничего не пропустила. А все потому, что вы самая лучшая тетя на свете. Вмеете придумать для меня все самое радостное. Вообще совсем скоро я вернусь домой. Я бы всю дорогу до дома прошла пешком. Ой, как же я рада! Я так всего рада! Я теперь даже рада, что все это время не могла ходить. Ведь если бы я могла ходить, никогда бы не поняла, как счастлива, что мне снова здоровые ноги. Савтра я собираюсь пройти уже восемь шагов. Передайте всем большой привет от меня! Паша, приятного витам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чисто дар воспринимай Добрым словом, нежным взглядом И за все ей поздавай Благодарностью своей Не вини ни в чем людей Знай, что счастье твоё рядом Не смотря на злых дней Други жду, любви твоей И как в своей цели Други жду, любви твоей Ваша честь несет о том Ровно столько, сколько надо Лишнего ты не проси Други жду, любви твоей Требуя за все награду И не сдай, ты все сноси Ровно столько, сколько надо Все, что в жизни имей И свой ад, и свой рай Знай, мы не грязь в своей цели Ровно столько, сколько надо Умножая нашу радость Благодаря нашу радость Вот у нас Ну, в случае жизни Идея произведения, она очень хорошо описана Анатона Павла Чехова Такое произведение называется «Покушающаяся на убийство» Я когда служил в армии, там было очень трудно «Скучно, тяжело. Много в армии что прочитал. Но, к сожалению, книгу давали раз в неделю. Детей провел раз в неделю. И вот мне попалась книга. Как раз у того, Павла Чайкова. Это, в принципе, та же самая идея. Такие музыки такие. Ну, если к вам приехали бедные родственники, рады, что они городовые. Ну, и там много таких вещей. Там, если у вас был один зуб, рады, что у вас будет всего один зуб, а не пять. Ну, много таких различных сравнений. И я очень рад, что практически, наверное, в одно и то же время писатели поняли самую страшную идею человечества, что человек постоянно чем-то недоволен. Мы сейчас живем. Вроде бы у нас есть стиральные машины, вроде бы солнце светит. Но мы недовольны, что жарко. Завтра недовольны, что дождь. Завтра недовольны, что осень. Потом недовольны, что магазины. Слишком далеко, что там не тот выбор, который был. У нас хотелось бы побольше выбора и так далее и тому подобное. И сам, конечно же, мы похожи на таких детей, которые, в самом деле, недовольны тем, что их любят. Родители дают, по идее, все, что необходимо. Поэтому очень рад, что спектакль этот у нас удался. Очень рад, что у нас уже второй спектакль, второй прогон. Уже нас ждут, наверное, под воском хата. Очень рад, что, опять же, полный зал. И, конечно, очень большая благодарность всем, кто, на самом деле, неимоверный такой труд. Видно, что долго-долго оттачивали, долго-долго подгоняли. Чтобы так все хорошо пошло, так снова-снова вспомнилось в своем сердце, что, на самом деле, слава Богу за все. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.